Это какие-то доработки и раньше занимались мобильными приложениями. Сейчас нам требуются Q-ray, менеджеры. Можете также оставлять заявки на компьютер-работчиков, но сейчас пока временно эта вакансия открыта. Если она откроется, тогда мы всем вам подпишем. Расскажите, пожалуйста, чем занимаются компании и какие вакансии сейчас на данный момент являются наиболее необходимыми в вашем коллективе? Мы, по-настоящему, с компанией, у нас в офисахер находится. Мы занимаемся веб-разработкой, мы занимаемся мобильной разработкой. Всегда самыми актуальными и горячими вакансиями являются QP. Сейчас, в принципе, не исключение, у нас закончены варианты вакансий манжета-разработчиков. Также у нас открываются вакансии Project Manager, вакуумелогер, торнельщики и так далее. ОКП-шники, джунники или требования обязательно, чтобы СССР? Что касается вакансий, мы всегда ищем людей уже с опытом работы. Для ребят, у которых нет работы, которые только хотят попасть в эту сферу, в сферу IT, у нас есть программа стажировки, обучающий наш проект, который уже несколько наборов очень успешно мы сделали, уже завершили эти наборы, но мы их будем открывать в дальнейшем и дальше. в Америке, в Америке, в Санкт-Петербурге. То есть, мы расширяем наших лицов, и сейчас мы переименовались, если дальше у нас стали СИГМО-кранитация, сейчас СИГМО-кранитация не совсем актуальна, а сейчас мы отстанемся СИГМО-софт-бэо. А, собственно, технологии какие? То есть, по-старому используете Дотнет и другие, более известные, на которых мы работали? Ну, скажем так, мы... Новые направления не развивали? А, у нас каждый раз, наверное, включаются какие-то новые технологии, потому что мы снижаемся антенциями IT-рынка, и, в частности, заказчики, в общем-то, передают нам заказы с использованием новых технологий. Вот сейчас, допустим, нам очень хочется покупать СИГМО. Ну, СИГМО-это достаточно интересная новая технология, которая пользуется просто в Европе в Америке, и совсем сейчас это... Это только начинается. Вот в Instagram мы с ней работаем, поэтому мы охватим технологии, с которыми мы работаем давно, да, это интернет, Java, PHP, JavaScript, JavaScript, другие скорости, новые технологии. Если вам какие-то соискатели, если здесь есть экспокатия, которая вам подходит, оставьте свой контакт, и мы решаем вам передавать. Да, нет. Подскажите, пожалуйста, что вы думаете о вашей компании? Чем вы занимаетесь на рынке? И, собственно, какие у вас направления? Компании 16 клиентов. Это одна из стоящих компаний на фальковском рынке. Мы прошли достаточно такой путь интересный. Мы начинали как немецкая компания, теперь это украинская компания. Ну, а в истории я могу вам дать тюклетику, вы глянете там пару раз в том, что вы получаете. Мы – продуктовая компания, в основном, в отрасли, в которой мы работаем – это телекоммуникация. Среди наших клиентов крупнейшие телефоны постсоветского пространства. Тогда это уже совершенно другой контекст. Я вот, например, магистр телекоммуникации. Какие способности мне нужно развлекать, чтобы доустроиться? Вы знаете, если вы магистры телекоммуникации, но при этом еще владеете какой-то технологией разработки, то это огромный плюс. Потому что для телефонов мы, собственно, разрабатываем программное обеспечение. То есть нам периодически нужны специалисты в области Java, в области датнет-технологии, тестировщики. Надеете предметные области – это, конечно, огромный плюс. Ну, не понятно, Java и посолом нужны и стишники. Здесь нигде нет. А, датнетчики. Датнетчики, да, периодически требуются тестировщики. Это все зависит от того, какие проекты сейчас в работе, кем нам нужно выполнить нашу. А КП и теста вам не нужен? Кто? HP? Нет. Никаких. То есть вы чисто клиентские программы, то есть десктопные, которые только завязаны нас. Ой, а можно? Дело в том, что у нас несколько направлений. У нас одно из направлений – это продуктовое направление. У нас есть своя биллинговая система, которая работает во многих телекомах у советского пространства. Но у нас есть еще курсниковое направление. есть направление имплементации, которая работает напрямую с израильской компанией. То есть нельзя сказать, что у нас какая-то густая направленность. Но в основном, если анализировать, в основном предметная область – это телекоммуникации. Вот здесь мои клиенты. Да. Большинство доказов – это телекоммуникации. Так, можно такое? И вот такие большинства компании, которые работают. У нас очень недоступны. У вас всегда медики, психологи, метайки. И вы зажмутесь. И мы начинаем выселять. Повозьтесь в прошлом раз, которая может. Повозьтесь. Повозьтесь. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...